Добрый вечер! Новости на канале СССР ТВ. С вами ведущая Малик Айскандер. Коротко о главном. Быть или не быть поправкам в земельный кодекс страны? Будет ли снят мораторий, наложенный главой государства? Члены регионального общественного совета в эти дни заняты работой по разъяснению нашумевших вопросов. Свои коррективы, предложения и опасения на эту тему высказали сегодня жуаленцы. Что делать, когда разрушается облицовка многоэтажки, а дом при этом считается бесхозным, не входит ни в КСК, ни в кондоминиум? Таким вопросом задались жильцы одного из пятиэтажных строений в самом центре города. Что будет и кто понесет ответственность, если следующий кусок штукатурки придавит кого-нибудь из проходных? Прикоснуться к духовному наследию казахского народа. Такую возможность сегодня получил каждый посетитель Жамбутского областного историко-краеведческого музея. Как прошел день открытых дверей, чем удивляли любители искусства, местные сотрудники, расскажем в нашем выпуске. Ремесло из поколения в поколение. Уникальные инструменты ручной работы словно оживают в руках заказчиков. О том, как создаются дом в раку, обыслы и другие национальные инструменты, в обычной на первый взгляд сарусульской мастерской, расскажем уже через несколько минут. Члены регионального общественного совета встретились сегодня с жителями Жуалынского района. Обсуждали нашумевшие поправки в земельный кодекс. Сельчане смогли задать гостям свои вопросы, получить на них развернутые ответы. Кроме того, жуалынцы смогли внести свои предложения по данной теме. Все подробности у Валерия Татаренкова. В рабочем совещании приняли участие представители различных ведомств и управлений. Члены Совета Старейшин задавали вопросы относительно сдачи в аренду или возможной продажи земли иностранцам. Мы против того, чтобы давать в аренду иностранцам. 25 лет – это много. После аренды наша земля может стать непригодной. Я мать, учительница. Я против. Мы потеряем наше земельное богатство. Наши дети могут стать рабами. 25 лет – это много. За три года можно сделать нашу землю непригодной с помощью химических удобрений. Можно сдать в аренду на 10 лет. Больше – никак. Основной упор был сделан на тот момент, что суть нововведения в земельном кодексе главы государства не была полностью доведена до населения. В этой связи президент Казахстана объявил мораторий до 2017 года на четыре нормы земельного кодекса, вызвавший широкий общественный резонанс. Далее цитата. «Необходимо тщательно рассмотреть данный вопрос. Если после обсуждения парламент придет к общему мнению, то мораторий будет снят». «Из земли высасывают все соки. Это правда. Поэтому нужно принять закон, чтобы защитить землю. И управлению по земельным отношениям нужно дать больше полномочий, чтобы проверяли не каждые два года, а каждый месяц. Нужно проверять, что сеют и какие удобрения применяют». Впереди у членов общественного совета встреча с населением и других районов области. Все высказанные предложения будут тщательно изучены. С этой целью в регионе уже созданы специальные штабы. Работа по разъяснению основных преимуществ и возможных внесений поправок в земельный кодекс будет продолжена. Валерий Татаренков, Мухаммед Алительдабаев, 7.7 News. Сегодня в Жамбылском областном филиале партии «Нур-Отан» состоял заседание ревизионной комиссии. В нем приняли участие представители партии города Тарас, Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Сарысузского и Таласского районов. С докладом выступил заместитель председателя ревизионной комиссии Нургазыл Кибаев. Ключевым моментом заседания стал вопрос работы городского и нескольких районов филиалов народа демократической партии. Особенно в части исполнения налогового законодательства Республики Казахстан. Представители районов от партии «Нур-Отана» читались о ведении бухгалтерской и статистической отчетности. Детально рассказали о процедурах расходования бюджетных средств на местах. В адрес нескольких ответственных лиц были высказаны замечания, но их устранение всем партийцам был дан срок – ровно один месяц. Чтобы устранить недочеты в работе, мы в прошлом году провели семинар. На нем мы показывали партийцам, как нужно правильно предоставлять данные по бухгалтерской и статистической отчетности. Слой штукатурки рухнул с высоты пятого этажа. Произошло это еще год назад. С тех пор проблема так и повисла в воздухе. Однако обрушение облицовочного слоя может продолжиться. Больше всего жильцы дома, к слову расположенного в центре Тараза, боятся, как бы в следующий раз остатки штукатурки не упали на кого-нибудь из прохожих. Вспоминая тот день, жители говорят, что вначале подумали, что произошло землетрясение. Когда вышли на улицу, то увидели, что с торца дома, с высоты пятого этажа, обвалилась часть штукатурного слоя. Писались с просьбой о помощи в городской Акимат. Но в итоге бороться с последствиями жильцам пришлось самостоятельно. В прошлом году, это было весной, был сильный ветер. И утром где-то около 10 часов утра такой был гол, как упало что-то, как будто землетрясение. А потом уже, когда вышли, смотрим, обвалилась полстены там. Я сказала, говорю, что ждете, когда она дальше обвалится, и кого-нибудь надо ждать, когда что, смертельный исход что-либо, тогда, говорю, все вы забегаете. Ну и все, и больше после этого никакого результата. На место все же прислали комиссию из городского Акимата. Но в отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что восстановление поврежденной стены – это дело самих жителей, потому как их дом не состоит ни в одном КСК. А иначе другого выхода нет. Другие дома, которые имеют больший срок эксплуатации, так и выходят. Это, по большому счету, их не частный сектор, ну, если взять частные, не многотажные дома, но они точно так же выходят. Жалуются жильцы дома и на отсутствие орычного полива во дворе. Несколько лет назад они посадили во дворе цветы и деревья, но вода до их орыка почему-то не доходит. Объединившись в решении насущных проблем, жильцы все же надеются, что чиновники окажут хоть какое-то содействие и поддержку. Юрий Черногоров, Серик Тожибаев, 7.7 News. Двери областного историка Краеведческого музея распахнулись сегодня для жителей областного центра в рамках празднования Международного дня музеев. Подобный день открытых дверей сотрудники проводят ежегодно. Это еще один шанс для жителей и гостей области прикоснуться к истории нашего края. Чем на сей раз решили удивить посетители и работники музея, выясняла наш корреспондент. Широко распахнув двери, навстречу всем поклонникам искусства, подготовив новые экспозиции, посвященные истории края. Так, в Жамбылском областном историко-краеведческом музее решили отметить Международный день музеев. Поздравить сотрудников с профессиональным праздником пришли дошколята, школьники, студенты и пенсионеры. Познавательные экскурсии проводились на трех языках. Добавили красок всевозможные тематические игры, мастер-классы и интеллектуальные викторины. За победу в них участникам вручали памятные подарки. А на выходе каждого посетителя ждала порция вкуснейшего мороженого. На каждый возраст у нас рассчитаны мероприятия. Викторины, конкурсы различные. Например, у нас среди ветеранов проводилось мероприятие ретро-выставка с участием пенсионеров. Угадывать пластинки, угадывать авторов, то есть музыка их молодости. Им очень понравилось. В рамках данного мероприятия каждый желающий смог больше узнать об историко-культурном наследии региона. Организаторы уверяют, что такие мероприятия способствуют еще и духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы стремимся оторвать детей от компьютера в том смысле, что нужно изучать историю, изучать свой народ именно вживую. То есть на примерах нашего музея, на примерах истории, на примерах нашей культуры. В этом году сокровищница искусства областной историко-краеведческий музей отметит свое 85-летие. По словам работников музея, на эту дату у них запланировано еще много интересных мероприятий, участие в которых могут принять все жители города. Камила Джумадилова, Серик Тажибаев, 7.7 News. Немало талантливых мастеров и ремесленников живут в Жамбылской области. В наших сюжетах мы рассказываем об их уникальных творениях. Сегодня речь пойдет о семье Даурбековых из села Еликсар и Сусского района. Мастера уже не в первом поколении занимаются изготовлением национальных музыкальных инструментов. Сегодня их изделия выставлены в музее Ватикана. Побывал в гостях у народных умельцев и наш корреспондент. Глава семьи Балтабай Даурбека в половину своей жизни посвятил изготовлению музыкальных инструментов. Все началось с необычного хобби, но постепенно переросло в настоящее искусство. И сегодня он передает секреты своего мастерства детям и внукам. Приобщается к древнему ремеслу и подрастающей правнуки. Все члены семьи прекрасно играют на национальных инструментах. Меня влекло это с самого детства. Я постоянно возился с деревом. Потом я поехал в Алмату и прошел там подготовительные курсы. С этого все началось. В мастерской с утра кипит работа. Почетный гражданин области Аксакал Балтабай трудится над очередным шедевром. Говорит, за работой скорее отдыхает. Часы пролетают незаметно, но об усталости и речи не идет. Ведь это завораживающий процесс, в результате которого на свет появляются уникальные инструменты. Мы с детства видели, как дедушка играет на дамбре. И нам нравилось его слушать. Поэтому мы тоже захотели научиться играть. Начинали Даурбековы с изготовления кобыза и дамбры. Сейчас принимают индивидуальные заказы для оркестров и сольных номеров. Свои композиции под аккомпанемент инструментов старсусских ремесленников исполняла певица Сауле Жанпиисова. Создавал мелодичные и трогательные произведения. Композитор Алтанбек Куразбаев. Рамина Мирзалимова, Ертай Раимбек, Мухаммед Алиас Карулы, 77 News. Технологии будущего в собственных разработках в рамках предстоящего Экспо-2017 представили сегодня молодые ученые на тематическом конкурсе в Тарасском государственном университете имени Дулати. Сегодня мероприятие является поддержкой и популяризацией предстоящей международной выставки. Это еще источник развития технологического интереса и инновационного мышления среди молодежи. О самых интересных разработках в области зеленой экономики расскажет Валерий Татаренков. Накануне был проведен отборочный этап. Участие в нем приняли 32 проекта. По результатам работы специальной экспертной комиссии были отобраны 16 проектов. Возраст молодых ученых колеблется от 14 до 35 лет. Каждому участнику предстояло удивить организаторов мероприятия и доказать уникальность и возможность применения своих разработок на практике. Могу сказать, что молодые ученые упорно работали, трудились в этой сфере. Мы совместно с Управлением по делам молодежи предложили им сделать технологический проект. Проведение подобных мероприятий способствует поощрению интересов к науке и позволяет определить лучших инноваторов среди молодежи. Организаторы отметили хороший уровень подготовки всех участников. Практически все представленные идеи уже сегодня способны повысить инновационный потенциал страны. Главные требования технологического конкурса – новаторство, уникальность и экономическая эффективность. Одним словом, проекты, которые могут улучшить нашу с вами жизнь. Я представляю свою разработку, которая направлена на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, особенно в условиях юга Казахстана. В то время как наше лето очень жаркое и сухое, мы создаем дополнительный микроклимат для развития и роста растений. Данная система является как капельным орошением, так и дождеванием совместно. По итогам конкурса всем участникам вручили памятные призы и подарки. Обладателем Гран-при первой степени за разработку устройства по очистке выхлопных газов был награжден преподаватель кафедры механики и машиностроения торгу Айдара Бильдаев. Специальной экспертной комиссии еще предстоит определить, кто из участников инновационного конкурса поедет на главную технологическую выставку страны – Астана Экспо-2017. Валерий Татаренков, Арман Сабыр, 7.7 News. После короткой паузы вас ждут новости спорта. Не переключайтесь. Астана Экспо-2017. Главным тренером российского клуба «Мордовия». Вновь назначенный тренер планирует поднять местную команду по турнирной таблице. Напомним, что Тарас в 11 матчах потерпел 8 поражений. С 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Всего доброго и до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова